Это некачественные проработки или проработки, связанные с ошибками. Вот это самая интересная тема, потому что действительно вы должны различать, что гипнотерапия, ну как вот есть такое понятие, метод такой, называется диалектика, если слышали, это такое искусство, метод философии, который основан на выявлении противоречий разнокачественностей. То есть нельзя сказать, что гипнотерапия не работает. То есть есть разные методы гипнотерапии, они отличаются. И вот сейчас как раз про эти различия я буду говорить, чтобы вы понимали, что существует разная гипнотерапия, разные там подходы. И мы будем сейчас сравнивать подходы. И с точки зрения знаний, которые там дает Саша Толстых, я буду говорить об ошибках, короче, гипнотерапии. Почему она у вас могла лично не сработать. Если вы целитель, например, или делали проработки по этим методикам, вы поймете. Опять же, смотрите, когда я говорю некачественные или ошибка, это не подразумевается, что это что-то плохое. Вот если вы диалектику посмотрите, там есть такой третий закон диалектики, называется отрицание-отрицание. Там три закона всего существует. Первый закон единства борьбы противоположности. Второй закон переход количества в качество. И третий – отрицание-отрицание. Второй закон, например, переход количества в качество. У нас как гипнотерапия, можно сказать. Если ты сделаешь тысячу проработок, ты станешь классным целителем. Если ты делаешь проработки, если ты наберешь 30, 40, 50 проработок себе сделаешь, то ты перейдешь из качества непроработанного человека. Постепенно это происходит. Диалектика, она как бы говорит, что процессы происходят постепенно. То есть постепенно ты проработаешься, перейдешь в новую категорию человека, проработанного, чистого. А закон отрицания отрицания, он говорит о чем? Старое всегда, то есть когда есть какой-то метод, допустим, который сейчас является новым, он, когда набирает какое-то качество, то есть количество набирает, он переходит в новое качество и появляется новый метод, отрицающий старый. То есть все методики, которые вы знаете, это не говорят, что они какие-то плохие, некачественные, сейчас я буду про это говорить, это говорит о том, что вот были такие методики, это эволюция, развитие называется, появляются новые методики, которые говорят, что те методики плохие, а вот мы хорошие. Вот сейчас, например, я буду с точки зрения метод толстых говорить, что вот эти проработки крутые, более совершенные, потому что это новое, Саша там придумал вот эти системы, а та система дерьмо, но на самом деле те системы не дерьмо, просто они как бы немножко устарели, и новое отрицает старое. Потом вот эта новая, вот эта методика толстых появится через какое-то время, может там, не знаю, может через полгода, год, а может через 10 лет, появятся новые методики, которые скажут, что метод толстых, это тоже, ребят, дерьмо, есть более крутое. Но мы же не можем сейчас сказать, что черно-белые телевизоры, да, или радио, которое первый раз с Элитереграфом появилось, что это дерьмо было, да, сейчас это дерьмо, или там телефоны кнопочные, что это говно. Да, по сравнению с айфонами это говно Но тогда это же работало Это было ноу-хау, это круто Поэтому вот эти все методики Они развиваются постоянно И гипнотерапия тоже развивается Поэтому просто существуют более усовершенственные способы Которые я сейчас буду говорить об ошибках Это ошибки на сегодняшний день Но допустим 5-10 лет назад Это были вообще крутые методики И это не было ошибкой Смотрите, не мыслите так Надо мыслить диалектически Идет развитие постоянно Вот диалектика это как бы логика Вот есть логика формальная Она рассматривает Логичные люди Они рассматривают в статике какой-то процесс То есть вот гипнотерапия Вот это плохо, это хорошо Это статичное мышление То есть оно не жизнеспособное Потому что оно не рассматривает временной период Вот если в формальную логику Добавить временное измерение время То появляется диалектика То есть диалектика это логика в развитии Понимаете, да? И если вы смотрите с точки зрения диалектики, понимая, что все развивается, все меняется, тогда у вас не будет вот этих вопросов, что вот это дерьмо, блин, там, на гипнокоучинг какой-нибудь, это не работает, это плохо. Там то, что говорили, там, допустим, я мог говорить год назад какие-то вещи, да, тогда они были крутые, прорывные для меня, я там с помощью них там что-то понял. Тогда люди, может быть, их послушали, тоже прорыв был. А прошел год, и смотришь, думаешь, блядь, какая-то вообще хуйня, блядь, полная. Ну да, это называется закон отрицания. Сейчас новое появилось знание, оно отрицает старое. Но тогда то старое было тоже новым, оно там другое отрицало, понимаете? Это процесс развития идет. Это называется диалектика, ребят, поэтому мыслите немножко, ну, не так, как сказать, во временном промежутке. И поэтому вот сейчас с точки зрения диалектики, то есть вы что понимали, будем рассматривать вопрос разнокачественностей. Некачественные проработки, короче, первое. Раньше существовал метод проработки вторичных чувств. Что такое вторичное чувство? Например, вот есть чувство обиды, да, злости, страха, там, несправедливость. Это все на самом деле, вот оно раньше круто прорабатывалось. Вот мы когда учились, там, я первый тоже, мы прям прорабатывали страх, там, обиду, там, эту какую-то, ну, там, жалость эту прорабатывали. И тогда, ну, было классно что-то прорабатывать. Сейчас это неактуально уже. Сейчас мы прорабатываем в методе толстых, например, мы прорабатываем негативные самоопределения, а это более такой уровень, так скажем, более глубокий. Приведу пример. Например, мне сказали, например, да, вот сегодня написали, что с Игорем Стрельником мы делали подкаст там и написали два шизофреника на совещании. Мне, например, написал чувак два шизофреника, а мы там сидели два таких чувака в фиолетовых футболках, и он написал два шизофреника на совещании, да. Я посмотрел, то есть, вот, мне назвали шизофреников, но это типа чувство, наверное, тупое или глупое, да. То есть если я чувствую себя глупым, когда читаю, что я шизофреник, да, или тупым, что какую-то хуйню несу, то у меня возникает чувство обиды. Сначала я чувствую себя тупым, а потом, это первичное чувство, негативное самоопределение, и потом я начинаю на него злиться, или там обижаться на него начинаю, да, или там несправедливость испытывать. Вот это вот обида или злость, это реакция на первое чувство тупой, на негативное самоопределение. Негативное самоопределение – это то, как мы себя ощущаем, как мы себя воспринимаем. И вот, если вы прорабатываете вот обиду, да, это устаревшая технология, то есть, ну, то есть это не так круто. Если, потому что, ну, обид много может быть, вы можете, невозможно обиду проработать. Я могу обидеться, потому что я почувствовал себя тупым, может быть, я некрасивый, может быть, я какой-то неудачник, или там я одет плохо. У этой обиды может быть причин там много. Но когда вы убираете саму причину, вот это чувство тупой, например, да, негативное самоопределение, то это будет более круто. И когда вы перестанете чувствовать себя тупым, то у вас уйдет обида, там, злость на других людей вам не будет казаться, что они тупые, например, да, уйдет. То есть, вы сразу целый спектр проблем убираете. Поэтому проработка вторичных чувств это не ошибка, это немножко такая, скажем, такая устаревшая версия, и новая отрицает старая, короче, вот так. Раньше это работало, и сейчас оно работает. Просто если вы с негативными самоопределениями работаете, то там быстрее результат, более крутой. Потому что, вот смотрите еще, негативных самоопределений, им, допустим, у вас их там 50 штук всего, вы их надо убрать. А вот этих обид, может быть, там тысячу. Всяких видов злости может быть много, то есть, это повторяющееся чувство. Это всегда вторичное. По-другому еще вам скажу, с точки зрения вот Эрика Берна, да, есть психология Эрика Берна, можете подзвучать ее. Там есть вот, там есть три состояния эго. Есть наш внутренний ребенок, есть взрослый, есть родитель. Вот когда мне, например, говорят, что я шизофреник, в комментариях пишут, мой внутренний ребенок, например, может испытать обиду. Он обидчивый, да, то есть в травме находится ребенок, травмированный. Ребенок, он там страдает, там, плачет, зажался, там, ноет. И для того, чтобы защитить вот этого ребенка, у меня есть другая часть личности, субличность. Называется родитель. И приходят родители, это как раз и есть чувство злости. Или чувство несправности. Он говорит, какого хрена ты, сука, пишешь мне такое, блин, в комментариях. Я сейчас тоже напишу, что ты тупой. Это уже родитель делает. Вот этот родитель, почему появился, да, почему он вынужден проявиться? Потому что ребенок, вот этот обидчивый, заплакал, там, страдает. То есть сначала, вот когда вы прорабатываете негативное самоопределение, вы вот этого ребенка прорабатываете. То есть у него вот это чувство никчемности прорабатываете, или вот это чувство тупости. И когда оно уходит, ребенок чувствует себя счастливым, да, то есть благополучным становится естественным. И не нужен вот этот вот защитник его, вот этот родитель, понимаете, да, логику. Обида вот эта, злость не нужна. Поэтому, а вы когда прорабатываете злость, вы прорабатываете от этого родителя. А надо ребенка проработать вот эти чувства, понимаете, самоопределение. То есть первая причина, что вы прорабатываете вторичные чувства. В чем проблема там возникает? На самом деле вот обида, да, как я сказал, вы сделали проработку обиды, например, да? Вы убрали какую-то обиду, а она у вас осталась. Все равно другой вид обиды есть. И получается у вас вот это разочарование возникает. Вот эти проработки не работают, потому что вот этого понимания нет, что обида это всегда следствие негативного самоопределения, и вам нужно его сначала снести. Поэтому, чтобы убрать одну обиду, вам не нужна ни одна проработка, вам нужно посмотреть в конкретной ситуации, из каких негативных самоопределений состоит эта обида, а потом злость. И получается, вам на обиду возможно придется потратить там пять проработок и убрать пять чувств, но зато они отовсюду как бы идут. Вы там ненужным себя перестанете брошенным, например, чувствовать. И вы вроде одну обиду убрали, но у вас еще ушли там потом жалость, вина автоматически уйдет, потому что вот эти негативные самоопределения, они создают и обиду, и жалость, и вину, они везде как бы. То есть это есть на самом деле у вас вот кучка демонов, 30 штук, они все чувства создают вот эти вот вторичные. Вот нужно с ними работать. И когда вы работаете со вторичными чувствами, вы работаете не с тем предметом. В общем, вот первая, да, такая ошибка, ну не ошибка. Опять же, устаревший подход – это не ошибка. Раньше это классно работало, и сейчас оно работает, просто есть более эффективные способы. Как есть у ИНУ-98, да, а есть там, может сейчас там как-то, 17-я там версия, там XP17. Вот, 98 – сейчас говно, блядь. Раньше было круто. Второе. Смотрите, если вы делаете проработки, возьмем систему экзорцизма, да, такого популярного. Экзорцизм – прикольная система, мне тоже делали экзорцизм, и там что-то работало, и он может классно работать в том случае, если там есть регрессия. Павел гипноколочки так обучает, что самое главное – это регрессия. Если вы просто, вам делает целитель один экзорцизм, просто демонов выгонял, то вы, скорее всего, результат не получите. Потому что гонять вот этих демонов без устранения вот этого, убирания вот этого алгоритма психотравмы – это так не работает. То есть, нужно вам убрать сам вот это вот кривое вот это мышление, вот этот алгоритм подсознания, вот эту систему защиты снести. Демон уже, если вы верите в демонов, да, 50 процентов верят, 50 процентов нет. Я такой верующий, так скажем, я-то верю в этих демонов. Моя личная позиция, что вот эти сущности, они просто сидят на этих психотравмах. То есть, у тебя есть изъян в подсознании, да, подсознание чего-то боится, и приходит какая-то сущность, которая жрет эту энергию, твой страх. И тебя больше провоцирует, чтобы ты в этот страх входил, чтобы тебя больше подпитываться. То есть, сущность сидит на твоем, на твоей травме, на твоем поломанном механизме. И если ты просто сделал экзорцизм, допустим, он существует, да. Половина скажет, что его нету, что это хуйня. Я не знаю там, правда, неправда. Допустим, что он существует даже в этом случае. Ты с этого поломанного крана демона согнал, который сидит там энергию пьет. А, мол, кран не починил, психотравму не убрал. Ну, ты его выгнал, придет следующий. Потому что ты же эти вибрации, кривое мышление у тебя не поменялось. То есть, важно изменить мышление, изменить отношения, чтобы ты… Как это происходит, да, в гипнотерапии? То есть, вы попадаете в ситуацию, какую-то в ядро психотравмы. Сейчас дальше про него буду говорить. И там вы чувствуете себя плохо. У вас там какая-то модель поведения. Вам хочется из этой ситуации сбежать там или как-то спрятаться. Херово вы себя чувствуете. И вот эта вот психотравма, она в настоящем моменте так же вы себя ведете, как там. Потому что там уже алгоритм сложенный. И задача там вас научить, обучить ваше подсознание тому, чтобы вы чувствовали там себя комфортно. То есть, у вас там нет… Не хотите никуда убежать, спокойно. То есть, ни за что ничего нет. Вот там, если вы обучили свое подсознание, чувствуете себя офигенно, классно, спокойно, да, в ядре. А в ядро, если вы попадете, там очень херово себя чувствуешь. Потому что ядро там содержит почти все психотравмы, там, все записи всех последующих психотравм этого чувства из истории в ядре там спрятана. Поэтому ядро очень долго прорабатывается. Вот. И когда в ядре научились кайфово себя чувствовать, все, вот этот кайф передается в настоящей жизни. И все демоны, которые сидели на этой психотравме, да, на этой поломке, и они ждали, да, ты поменял эту проблему. Они потом говорят, ну, братан, все, проблему решил, кран починил, утечек нету, нам, блядь, жрать нечего, мы пошли. И все. И вот в методе толстых мы демонов не убираем, да. Ну, иногда, когда люди приходят, там, хотят, там, демонов погонять. Я там уберу, там, одним демоном. Потом говорю, хочешь дальше убирать демонов? Он говорит, посмотрел на демонов? Говорит, да, прикольно. Сколько, говорю, мы потратили на вот этот пиздеж с демоном? Ну, там, 3-5 минут мы потратили, допустим, на него. Я говорю, хочешь, чтобы мы вот так тебе вот эти в этой ядре психотравмы, этих демонов, с каждым так, блядь, разговаривали? Или мы просто будем избавляться от этих чувств? Он говорит, ну, в принципе, я один раз поговорил, мне достаточно, я, как бы, свое любопытство удалил. Давай теперь без вот этих всех разговоров просто убирать. И мы просто убираем, убираем, быстро чистим, чистим, моем, моем. Короче, убираем, и все. И никаких экзорцизмов в методе толстых нету, но результат люди получают. Вот у меня там, я сколько сделал методов, не убирали мы этих демонов. И у меня, я не знаю, может, конечно, они там прячутся где-то, но я их не чувствую, чтобы они меня там мучили. То есть, если вы работаете, в общем, по методу экзорцизма с сущностями, там должна быть регрессия, то есть, должно быть устранение. Ну, если не регрессия, вам должны вот этот алгоритм поменять. То есть, вы должны, ваше подсознание должно по-другому относиться к этой ситуации. Понимаете, да? Не вы относиться, а именно ваше подсознание, его нужно поменять. Переходим плавно в регрессию, да? Раз мы про нее говорили. Она должна быть правильная. Регрессия может быть правильная и неправильная. Смотрите, регрессия, регрессия и рознь. То есть, смотрите, диалектический подход. Всегда нужно, смотрите, ребят, нельзя так говорить, что вот это плохое, это плохое, там психологи плохие все. Всегда нужно различать. Вот регрессия бывает хорошая, так правильно, да, и бывает неправильная. Вот сейчас мы про это говорим. Поэтому я не могу сказать, что регрессия всегда работает. Ее можно неправильно сделать, она работать не будет. Вот. Также гипнотерапия может реально не сработать, потому что вот эти ошибки будут. Смотрите, если в экзорцизме вашем, да, который вам делают, смотрите, какая там технология. Вызвали в этого демона, раньше то, что делал, можно у демона спросить, когда ты пришел. И он там говорит тебе дату и ситуацию может показать. Есть такая методика, да. И вы идете, типа, прорабатываете эту ситуацию. В чем проблема, да, вот метода, когда вы, допустим, через экзорцизм вам демон какую-то показал ситуацию, и вы туда нырнули, начали ее прорабатывать. В том, что вы, возможно, вы проработали, вы попали не в первичную психотравму, не в ядро, не в зерно. То есть самый главный принцип регрессии и терапии – найти первую психотравму. Самое зернышко. То есть представьте, вот есть зернышко, да, из которого проросло огромное дерево психотравм, дуб такой. Вот если вы попали в серединку корня какого-то, вы проработаете там, что дальше, а вот от зерна до корня начала вы не убрали. То есть ей очень важно попасть в самое начало. Вот ошибка в гипнотерапии у вас может заключаться в том, что если вам делали проработки или вы делали проработки, почему они не сработали, да, почему чувство вернулось. Вы проработали не ядро психотравмы, не первую, не зерно, то есть начало психотравмы. Если вы проработали там, в ядро не попали, то к чему это приведет? Вы снесли огромный пласт этого чувства обиды, да, убрали. Но так как ядро осталось, вот этот алгоритм остался, да, изначальный, вот исходный код, то это через месяца-два начинает все прорастать, это дерево, этого чувства, и опять оно у вас приходит. Вы называете это откат. Почему откат произошел? Потому что проработано не ядром было, а была вот такая спонтанная регрессия. Ошибка когда допускается, когда просто вот иди по этому чувству, нырнул, куда попал, вот куда попали и прорабатываете. А это не начало. Вот в методе толстых, например, вот это тоже Сашина, его личная разработка, он ее открыл, он прям рассказывал, как он нашел. Он по чувству, по телу, по физическому, тестирует конкретный год жизни, да, прям ему тело подсказывает, там есть такой метод. Либо это какой-то момент зачатия, рождения, либо какой-то месяц беременности мамы, либо это какое-то поколение предков. То есть четко прям тело сигналами показывает, когда оно первый раз появилось, это чувство, там определяешь. То есть спрашиваешь, там, 30-е поколение есть, да, 31-е есть, там так вот идет тестирование. В 31-м есть, нет этого чувства, в 30-е идешь, да, блядь, у меня херач начинает, все, вы так протестировали, все, в 30-м подсознание 2-3 раза показало, что именно в этом поколении ситуация, все, вы ядро нашли, и вы там ныряете в это чувство. Вот, это тогда точность. Тогда, вот почему крутые методики, да, чувства у толстых? Потому что вот это ядро диагностика, не только психотравм, да, вот этих НС-ок, которые я сказал, а еще есть диагностика возраста психотравмы. И это дает возможность именно ядро проработать. И когда ты ядро проработал, там ситуация может быть какая-то несущественная, вообще к твоей жизни отношения не имеют, но это ядро, это начало. Потому что важно прорабатывать не какую-то важную с вашей точки зрения ситуацию из вашей жизни, а важно проработать именно то, что подсознание тебе покажет, самое первое чувство. И вот когда ты его проработал это ядро, если ты еще правильно проработал, вот ошибка номер два, это проработка не ядра, вот я сказал. Если вы ядро не проработали, а будет откат, и вы скажете, что гипноз не работает, вот, потому что в ядро вы не ушли. Как уйти в ядро, я вам сказал, есть технология. Все ядро, если ты проработал, если правильно проработал, все, проблема – это чувство устраняется. И человек просто потом понять не может. Он чувствовал себя тупым, как-то у меня самый яркий пример в моей жизни. Когда мне писали на канале, ну, всякую херню, он всегда это пишет, я раньше всегда себя чувствовал тупым, меня прям отрегерило, я там людей блокировал. Это мой самый любимый пример. А потом меня тупого убрали, я читаю комментарии негативные, и я не чувствую этого эмоций, и просто нейтрально. Я думаю, блядь, как вообще это? Это что за магия? Почему мне похеру? Потому что мне это, может быть, и похеру было, подсознание раньше агрессировало на тех людей, которые меня тупым называют. Родитель мой хотел меня защитить. А все, его отключили, этого, блядь, родителя, да, эту защиту. Чувство вообще это отключили, тупое, нету его. И все, и тебя не тригерит, и тебя назвали тупым, ну да, тупой, тупой, пошел дальше. Все, нормально. То есть вот так магия-то работает в гипнотерапии. Просто подсознание отключает, то есть вот эту эмоцию. Все, оно не приходит изнутри. И все вот ваши эмоции, которые вы испытываете, это не ваши чувства вообще. Это просто приобретенные вот эти в психотравмах прошлое. То, что просто в прошлом вы это испытали, к настоящему моменту никакого отношения это не имеет. Просто это из прошлого поднимается. И все, что вас злит, люди вас раздражают, когда вот люди вот эти комментарии пишут, на кого-то злятся, ролики смотрят, там, гонят на там, тот же мекомистицизм, на Павла, то, что вас там херачат от этого всего. Это просто, ребят, не ваши чувства. Это просто ваши психотравмы или там демоны, если вы их не верите, в подсознание херачат. Ну что, ты смотришь ролик, и тебя начинает от него херачить. Что это такое? Это же из подсознания твоего, тебя подсознание там бесится. А он говорит, блядь, что-то он неправильно говорит, там, эмоции у тебя возникают. Ты там внутренние вот эти подвалы своего подсознания, там, всех, там, шобла, вот эта шайка демонов начинает суетиться, все чувства встают, поднимаются, понимаешь? А если ты это все убрал, то ты вообще можешь на все смотреть, тебе что хочешь, говори, тебя не триггерит. Ты ходишь, ну, сумасшедший человек, и все. Вот, когда убрал ядро, вот получаешь такой эффект.